МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания ГОРД. Вы смотрите информационную программу. Время говорить главные темы сегодня. Недолго музыка играла задержанная, подозреваемая в убийстве женщины и двух детей в поселке Искра. Хорошо сидим в программе репортаж из колонии номер 6. Есть елочки-сосеночки на брифинге в мэрии. Рассказали, как Рязань будет праздновать Новый год. А теперь обо всем подробнее. Сегодня рязанские полицейские исследователи провели брифинг в связи с задержанием подозреваемых в убийстве целой семьи в Искре. Напомним, неделю назад весь регион вздрогнул от страшного известия пришедшего из поселка Искра Рязанского района. Здесь в собственной квартире была зверски убита 35-летняя женщина и двое ее детей, девочки. Одной 12 лет, второй только год. Следователи сразу высказали предположение, что злодейство совершил кто-то из близких или хорошо знакомых людей. Потому что, по всей видимости, дверь душегубом открыла сама хозяйка. Вот фрагмент записи, сделанный нами 10 декабря по телефону. Убирайте всего, что версия того, что кто-то открыл кому-то из родственников. Вот так у нас и получается. А вот что рассказали сегодня на брифинге рязанские силовики. Жестокое убийство молодой женщины и ее малолетних детей, произошедшее в ночь с 8 на 9 декабря в поселке Искра, раскрыто. Об этом сообщили общественности на брифинге следователи Следственного комитета и рязанские полицейские. В результате кропотливой и целенаправленной работы следственной группы изъяты следы преступления, содержащие генетический профиль, выделенный в кратчайшие сроки в Главном управлении криминалистики Следственный комитет России. Этот генетический профиль в ходе исследования ВКЦ и МВД России по Рязанской области совпал с профилем лица, установленного в ходе расследования уголовного дела и проверяемого на причастность к совершению преступления. В настоящее время в суд направлено ходатайство о заключении под стражу двух лиц, подозреваемых в совершении указанного преступления. Над этим сложным делом оперативники работали практически без отдыха. Преступление оставалось нераскрытым всего лишь 5 дней. Хотелось бы в первую очередь поблагодарить жителей поселка Искра за помощь в раскрытии данного преступления, но также следователи Следственного комитета за очень хорошую работу по выявлению и раскрытию данного преступления. Ну и что хотелось бы сказать. Данные лица, которые совершили данное преступление, неоднократно попадали в поле зрения полиции и в принципе с первых дней в отношении них проводились оперативно-ростные мероприятия. И что впоследствии привело к раскрытию данного преступления. Мотивы убийц в интересах следствия пока не разглашаются, но стало известно, что из квартиры пропало около 100 тысяч рублей. Преступникам теперь грозят длительные тюремные сроки вплоть до пожизненного заключения. Еще об одном более чем резонансном преступлении, которое произошло ранним утром 28 ноября в поселке Дягилево. Тогда неизвестные буквально изрешетили выстрелами автомобиль, в котором находились двое молодых рязанцев. Одному 22-24 года. Один погиб. На месте другой позже скончался в больнице. Вот последние комментарии, полученные Олесей Харлиной от следствия. Как это ни странно, но на пункт скорой медицинской помощи кто-то сообщил об избиении. Но приехав на место ЧП, медики обнаружили двух мужчин в разбитом автомобиле. Фары и двигатель были включены, лобовое стекло отсутствовало. На дверях зияли дыры от пулевой стрельбы. Один из пострадавших был еще жив. С врачами общался, назвал свою фамилию, имя отчества, дату рождения. Молодой человек ничего конкретного сообщить не мог, то есть пояснил, что ничего не помнит, почувствовал в какой-то момент резкую боль. Также он сказал, что с ним в машине находится его друг. Родные и близкие молодых людей пока не дали следствию никаких полезных зацепок. В настоящее время рано говорить о том, что автомобиль был расстрелян из разного оружия с нескольких сторон. Эту версию ее озвучили ряд электронных СМИ, подтвердят или опровергнут экспертизы. Продолжает программа репортаж Оксаны Тебенихиной, снятый в исправительной колонии номер 6, здесь официальные представители и журналисты изучали условия, в которых отбывают положенные здешние сидельцы. В исправительной колонии номер 6 завершилась так называемая неделя прав человека. В связи с этим в учреждении собралась целая делегация из представителей данной сферы деятельности, чтобы проверить, насколько же здесь соблюдаются права заключенных. Это дает очень положительный результат, потому что, как все нормальные люди, которые ждут гостей, мы бы готовимся к этому. Какие-то мероприятия проводим, сами устраняем то, что обнаруживаем в каких-либо моментах. И нам подсказывают еще защитники прав осужденных. На экскурсии, проведенной по территории колонии, стало ясно, в каких условиях проживает местный контингент. Телевизор в каждой казарме, электрические чайники, стиральные машины. Все это находится в общем доступе, только вот жизнь по расписанию. Тем не менее, имеются и некоторые нарекания. А если посмотреть по структуре этих жалоб, то на первом месте это жалобы, связанные с медицинским обеспечением. Медицинское обслуживание стараемся проводить в мере возможности лучше и лучше. Вопрос возникает в том, что не вся категория осужденных, которые находятся в местах лишения свободы, хорошо следила за своим здоровьем до момента задержания. Также на конференции, которая прошла ранее, активно обсуждалась тема недавнего законопроекта о скорой амнистии. Предварительно мы сейчас уже прикинули по тому официальному тексту проекта, сколько он освобождается. В Рязанской области около 160 человек попадают под эту амнистию. Это не так много из 8 тысяч отбывающих наказаний. Ну, приблизительно около 160 человек. Ну, тут еще, наверное, попадут и условно. Там и условно осужденные попадут, и те попадут подследственные, у кого дело находится в стадии рассмотрения. Ежегодные недели прав человека являются полезной практикой. Ведь прямой диалог между заключенными, их родными и представителями системы исполнения наказаний в силах помочь в достижении взаимопонимания, чтобы в дальнейшем всем было проще жить и уж, простите, отбывать. В минувший уикенд в Рязанской мэрии прошел брифинг по предстоящим праздникам. Репортерам поведали, как елочки зажгутся, когда желание исполнится, а также, как будут работать катки и прочие необходимые для комфортного празднования засыпающего года сведения. Начальников от Нового года слушала Наталья Новикова. Традиционно в зимние каникулы ребятишек ждут новогодние представления ежедневно по несколько представлений в день во всех дворцах культуры и дворцах детского творчества. Для старшеклассников будут организованы новогодние баллы. Большая программа подготовлена по линии физической культуры и спорта. Как рассказал исполняющий обязанности начальника управления по физической культуре и массовому спорту администрации Рязани Илья Крючков в городе пройдут спортивные мероприятия. На 28 хоккейных коробках состоится открытый Кубок города. По художественной гимнастике «Рождественские звездочки» – турнир по мини-футболу на снегу. Взрослых приглашает всероссийский автокросс «Новогодний Кубок Рязани» на трассе у села Семена-Оленинская. Соревнования по лыжным гонкам в мемориальном парке и многое другое. Ну а в новогоднюю ночь главным событием, который станет новогодняя шоу-программа на площади победы под бой курантов, можно будет встретить праздник вместе со всей страной. С Дедом Морозом и Снегурочкой, звездами Рязанской и Российской эстрады. Завершится шоу грандиозным фейерверком и молодежной дискотекой. Да, вот Новый год еще не наступил, а елки уже падают. Рухнуло в уикенд праздничное дерево у Олимпийского дворца в Дашковой песочне. Так и хочется призвать народ. Встретим же праздник не в пример злополучной елочки, а как положено, гордо, прямо, достойно и на своих ногах. И последний, на сегодня юные рязанские каратисты на первенстве города подвели свои собственные итоги, кто лучше понимает древнюю науку восточного единоборства и кто быстрее и точнее донесет свое умение до соперника на татами. Первенство Рязани среди самых молодых бойцов – зрелище, которое всегда волнует зрителей. Ходят погруженные в себя сами бойцы, тревожатся за них родители, непроницаемые лица судей, тренеры дают последние наставления. Демонстрируют умения и самые маленькие. В этом году в зал Федерации стилевого карате пришли даже малыши. Для них это увлекательная гимнастика, которая дает старт спортивному будущему. А опытные бойцы Федерации выступают на самых престижных турнирах России. Недавно рязанцы с триумфом вернулись из города Гусь-Хрустальный, где сражались на Кубке Содружества. С официальных турниров мы привезли 124 медали. И в этом году с международного турнира наша девочка привезла хрустальную катану. Очень приятно. Этот турнир в последний раз проводился с таким вот красивым призовым фондом лет, наверное, 10 назад. Карате в Рязани становится все популярнее. Надо отметить, что оно получило признание даже у городских спортивных функционеров. Турниры сейчас обеспечены поддержкой. Рязанских властей раньше такого не было. Очень большое спасибо городскому нашему спорткомитету. Мы видим очень хорошие, приятные кубки, медали, призы. Поэтому дети будут просто, наверное, наслаждаться. Это будет им подарок к Новому году. Бойцы сражаются, как самураи былых времен. Бескомпромиссно, словно в последний раз. Таков принцип карате – отдать всего себя суровому искусству. Идти только вперед, не сворачивая, не оглядываясь назад. Это наука не только рукопашного боя, а и самой жизни. На сегодня все. Хорошего всем вечера. И до встречи завтра, как обычно, в программе «Время говорить».